Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале вкусная еда с хадичей. Сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт очень вкусных пирожков с мясом. Это национальное татарское и башкирское блюдо. Эйчпочмак. Потрясающие просто пирожки. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Они очень сочные и очень вкусные. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне! 300 мл тёплого молока отправляю в миску. Где-то градусов 35-38. Сюда же добавляю 1 чайную ложку сахарного песка. Перемешиваем. Сюда же добавляю свежие прессованные дрожжи. У меня 25. Я дрожжи проверять не буду. Я в них уверена. Они очень хорошие. Я уже на этих дрожжах очень много пекла. Если у вас дрожжи сухие, то в три раза меньше. Где-то 7-8 грамм сухих дрожжей. Сухие дрожжи желательно проверить, чтобы не перевести продукты. Также в молоко добавляем немножко сахарку, дрожжи. Накрываем крышечкой либо пленочкой и дадим минут 15 отдохнуть дрожжам. Активироваться, проснуться. Если появляется пышная пенка, то ваши дрожжи прекрасные. Добавляйте следующие продукты. Если пенки не образуются, вам придется взять другие дрожжи, так как они вам тесто не поднимут. Все хорошо размешиваем. Если вы мешаете сухие дрожжи, желательно, чтобы гранулы все были задействованы в жидкости. Все хорошо нужно смешать. Сюда же добавляем 100 грамм сметаны. У меня сметана 20% жирности. Это в принципе не важно. Мы масло добавляем, поэтому можете добавить сметану и нежирную абсолютно. Все хорошо смешиваем. Я сейчас сюда буду вводить яйцо, поэтому сметану немного охлаждаю жидкость. Готово. И сейчас сюда мы будем вводить яйцо. Яйцо у меня и желток, и белок вместе. И мы сейчас хорошо все смешиваем. Все смешали и жидкость выливаем. Смешиваем все хорошо. Соль будем добавлять в конце. И сейчас добавляем муку. У вас может уйти где-то 700-750 грамм. Муку добавляем постепенно. Она у меня заранее просеянная. Всегда просеиваю. И всегда всю муку сразу не добавляю. У меня здесь 700 грамм. Добавляю постепенно. Смотрю, какое тесто получается. Трожжевое тесто лучше не забивать мукой, если мы хотим очень хорошую выпечку. У меня мука белонежская. Последнее время готовлю на ней. Мне она очень нравится. Даже если я ранее просеивала муку, обязательно перед тем, как я готовлю тесто, обязательно снова ее просеиваю. Обогащаю кислородом. Точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу. Потом мы будем добавлять масло сливочное. Вот уже на таком этапе. Сметана у нас прохладная, холодная, можно сказать. Чтобы дрожжам было легче подниматься, лучше добавлять теплое масло, раступленное. Либо размягченное, мягкое. У меня масло сливочного 100 грамм. Добавляем. По такому же принципу готовятся и русские курники. Вот на таком тесте можно готовить. И уже начинка, конечно же, с корочкой. Я люблю тесто чувствовать, поэтому буду руками. Такое тесто вымешивать нужно хотя бы минут 8-10. Хорошо вымесить нужно его. Тогда такое благодарное тесто даст вам очень хорошую выпечку. Ну вот муки я больше добавлять что-то не хочу. У нас тесто должно быть мягким, но держать должно форму, потому что мы будем лепить с вами пирожки вот такие. Раньше кочевые племена такие пирожки высушивали и брали с собой в дорогу. И когда они хотели поесть, нагревали воду, кипяток и заливали через отверстие в эти пирожки. И кушали. Поэтому такие пирожочки очень хорошо в дорогу брать. Так, муки у меня осталось. Я скажу сколько. Дрожжи наши уже вовсю работают. И сейчас я немножко распластываю вот так тесто. И сюда отправляю почти чайную ложку соли. Все хорошо замешиваем. Немного подпыляем мукой и вымешиваем на столе. Немного добавляем растительного масла и вымешиваем. Посмотрите, какое тесто должно получиться. Оно очень мягкое, держит великолепно форму. Не растекается. Это очень важно. Вот посмотрите. Оно готово. Прекрасное тесто. На дно немного растительного масла. Руки тоже смазываем растительным маслом и скатываем в шар. Вот оно какое красивое. И сверху чуть-чуть накрываем крышкой, либо пленкой и в теплое место. Минут 40. Будем смотреть по тесту. Для начинки нам понадобится говядина. Я всегда люблю это соотношение. Говядина. У меня 600 грамм. И 100 грамм бараньего курдюка. Нет бараньего курдюка. Можете заменить на топленое масло, либо сливочное. Две головки лука весом 300 грамм. И три картофелины весом 300 грамм. Я люблю, чтобы мясо преобладало, нежели картошка. Но если вы любите, чтобы картошка больше преобладала, можете добавить картофеля больше. Будем смотреть, какое соотношение будет. А там уже, как говорится, по вкусу. И будем добавлять из специи черный молотый перец и соль. Также я добавлю немного кориандра. Мясо освобождаем от прожилок. Нарезаем слайсами и мелко. Вот так я нарезаю очень меленько. Мясо готово. Вот такое. Все мелко-мелко нарезала. И сейчас жирок нарежем. Лук и картошку. Посмотрите, какое тесто замечательное. Руки немного смазываю растительным маслом. Посмотрите, какая красота. Прошло 50 минут. Обминаем тесто. Выпускаем углекислый газ. Вот так все со стеночек снимаем. Подкручиваем в шар. Очень красивое тесто. Машала. И снова минут на 40-50. Итак, у меня все готово. Отправляем сюда лук. Мелко нарезала. И сейчас нам нужно его пожимкать хорошенько. Чтобы он выпустил сок. Он в пирожках будет очень нежный. Вот он выпускает сок. Хорошо пожимкать нужно. Сюда же добавляем картошечку. Вот такими маленькими кубиками. Чтобы все было аккуратно. И сюда же добавляем мясо. Говядину и баранину. Сюда же добавляем 1 столовую ложку соли. Я немножко добавляю зиры. Совсем чуть-чуть. Много не нужно. Хорошо добавляю перчика. Где-то 1 столовую ложку. И немного кориандра. Немного добавляю воды. Либо бульон можно добавить говяжий. И все хорошо вымешиваем. Как раз пока тесто подойдет, я сейчас накрою пленочкой и в холодильник, чтобы все специи раскрылись. Добавляю еще воды, чтобы наши пирожки были очень сочными, вкусными. Все готово. Отправляем в холодильник, чтобы немножко стабилизировалась масса и раскрылись все специи. А тем временем пока подготовлю противень. На абсолютно сухой противень я выкладываю либо коврик силиконовый, либо пергаментную бумагу, как в моем случае. Я подготовила 2 противня. Все. И сейчас начинаем заниматься тесто. Подготовлю поднос. Немножко его подпыляю мукой. Или можно слегка растительным маслом. Все. Сюда будем выкладывать готовые шарики. И посмотрите, какое у меня красивое тесто. Это поэтика. Посмотрите, какая красота. Какая ферментация. И посмотрите, какое тесто роскошное. Оно готово. Мы его обминаем. И сейчас подпыляем рабочую поверхность мукой. И выкладываем тесто. Будем делить его на кусочки. Делим его где-то на 15 кусочков. Я тесто буду взвешивать. У меня тесто получилось весом 1300 грамм. И я сейчас поделила на 16 шариков по 84 грамма. Скатываем шар. Стараемся так, чтобы поверхность себя была ровной. Видите, какие они кругленькие, красивые. Выкладываем на поднос. Пирожки, если даже не ровная будет поверхность, тоже будут красивые. Но когда ровная поверхность, когда мы раскатываем, они получатся у вас глянцевые, очень красивые. Итак, шарики у меня готовы. Накрываем плёночкой. И дадим им 5 минут вот так прийти в себя. Шарики наши отдохнули великолепно. И сейчас все шарики оставляем под плёночкой. Берём каждый шарик и начинаем работу. Слегка подпыляю рабочую поверхность мукой. Лицевой стороной выкладываю на поверхность и раскатываю. Вот такое, где-то 15-16 см в диаметре. Мясо обязательно нужно хорошенько мешать, потому что выделяется сок. И ложим такую хорошую ложку. Вот так. И теперь соединяем к центру. Треугольнички вот такие вот готовим. В центре обязательно должно быть отверстие. Если у вас вы будете растительным маслом работать, если у вас на края попадёт, защипываться не будет, к сожалению. И надо так, чтобы сок от мяса тоже не попадал. Делаем вот такие гребешки. Подправляем, чтобы красиво было. И можно защипнуть. Хотите, можно защипнуть, как вареники, как вам нравится. Можно вот так. Так, чтобы края не раскрылись. Вот такие фигурные края получаются. Красивые. Если у вас не получается, ничего страшного. Просто защипните хорошенько. И выкладываем на противень. На противень выкладываем на расстоянии друг от друга. Подправляем. Потому что они у нас ещё будут расстаиваться. И вот на какой нюанс я хочу обратить ваше внимание. Когда вы защипываете, начинайте снизу. Не отсюда, а отсюда. Потому что сок уже сразу начинает выделяться. Уже сразу сок появляется. Вот я хочу вам показать. Посмотрите, сразу сок начинает растекаться. И поэтому начинаете с уголочка. Проходитесь несколько раз по шву. Гребешки сделайте побольше. Если рисунок хотите красивый, большой. Подровняли вот ровненько. Пальцы прищипываете мукой. И начинаете вот такие вот красивые рельефы. Вот посмотрите, какая красота. Я теперь поближе показываю. Вот такие гребешки. Я напоминаю, что старайтесь, чтобы у вас не касалась начинка. Вот когда вы перед защипал. Чтобы не касалась. Иначе не защипнете. Помогаю мукой. Пальцы в муке. И вот сейчас вот так. Как если бы мы с вами вареники защипываем. И вот такое вот ушко. Раз. Завернули. Прижали. Ушко. И тоже получается очень симпатично. Вот так подправляем. Вот такая красота у нас тут. Вот посмотрите, у нас уже один противень готов. И мы сейчас их накрываем бёночкой. И буквально 10 минут дадим расстояться. А также я накрываю полотенцем. Лёгким. Духовочку уже включаем на 200 градусов. Второй противень у нас тоже готов. Дадим расстояться 10 минут и в духовку. Наши пирожки великолепно расстоялись. И сейчас мы их отправляем в хорошо разогретую духовку. На 180 градусов. Выпекать будем 40 минут. Включаем вверх-вниз. При желании, если вы хотите, вы можете смазать яйцом. Если вы хотите. Я смазывать не буду. Я в конце смажу сливочным маслом. Как меня учили. Отправляем в духовку. И вот они наши первые красавчики. Посмотрите, какие они хорошенькие. Не прилипли друг к другу. Великолепно прожарились. Лёгкие. Вот такая красота. Дадим им немножко остыть. Они пока жёсткие. И сейчас сверху, пока они ещё горячие, смазываем сливочным маслом. Можно растительным. Очень ароматно пахнут. Потрясающе просто. Если у вас не очень жирное мясо, то добавьте прямо в эту серединочку кусочек масла сливочного, либо топлёного. Вот такие красивые. Буквально вот так. По чуть-чуть. Пока горячие. Вторая партия у нас тоже подоспела. Вот посмотрите. Потёк сок. Очень вкусные и сочные они получаются. И это отлично, что они вот такие вот с соком. Они сейчас очень твёрдые. Сейчас буквально полчасика они будут такие нежные. Такие обалденные. Итак, дорогие друзья. Если понравилось моё видео, ставьте лайк. Поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. Пишите в комментариях, как получается у вас. Если вы впервые на моём канале, обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я желаю вам всего самого наилучшего. Здоровья. И до новых встреч на канале. Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока, друзья. Посмотрите, какое. Всё великолепно прожарилось. Очень нежный пирожок. И очень сочный. И посмотрите, какие они сочные внутри. Посмотрите, какие сочные. Это очень вкусно. Мягкие, нежные и очень-очень сочные. Просто прелесть.